Добрый день! Мы с вами находимся в недельных главах в Эйкудей, в Эйагеле, Пекудей. В наших главах, которые чаще всего встречаются вместе, мы читаем детальное описание построения Мишкана, переносного храма. И заканчивается глава Пекудей, последняя глава второй книги Торы Шмот, тем, что сказано, и вот в первый месяц, второго года, в первый день месяца, был возведен Мишкан. И наши главы подробно описывают все детали Мишкана, от крупных до мельчайших подробностей, крючки, колышки, шипы у основания, в которые вырезы в столбах для жесткого соединения. Но я предлагаю взглянуть более общим взглядом, понять, какова общая структура Мишкана, какова его цель. И, конечно, разобраться, что нам, евреям 21 века, сегодня может дать изучение его устройства, когда сегодня почти не занимаемся, пока мы не занимаемся строительством храма. Но важно понимать, что структура Мишкана включает в себя глубокие тайны и намеки, и в нашем формате мы можем лишь сказать несколько слов. И также всегда важно помнить, что сейчас в наших главах речь идет о деталях и строительства Мишкана, переносного храма, заповедь которых Маше получил от Всевышнего, на горе Синай, то есть в 2048 году от сотворения мира. А чуть меньше, чем через 500 лет, в 2935 году, по проекту Мишкана, который в деталях вот описан у нас в Торе, царь Шломо, сын царя Давида, окончил строительство храма в Иерусалиме. И все, что мы будем говорить о Мишкане, касается также прямую Иерусалимского храма. Так вот, одна из главных целей Мишкана стояла в том, чтобы приносить карбонот в жертвоприношение. Мы будем говорить о цели карбонот без рата Шем в книге Ваикра. Это уже на следующей неделе мы начинаем новую книгу. Но пока мы должны понять, что по-простому, что карбон подразумевает близость. И Мишкан, как мироздание в миниатюре, который наша нация строила в пустыне, был разработан, чтобы привнести божественное присутствие в этот мир, тем самым приблизив нас к Всевышнему. И Мишкан был сделан из материалов, пожертвованных всей общиной Израиля, и по сути объединял евреев. И это объединение евреев для близости с Богом была одна из основных задач Мишкана. Мишкан был миниатюрным прообразом всего мира, как я уже сказал. И в то же время известно, что и каждый человек маленький мир. И уже говоря так, мы видим, что должно быть сходство. Мы сейчас увидим, что это не просто сходство. Мишкан и человек были сконструированы одинаково. И кроме того, каждый был устроен в соответствии с духовной конструкцией всего мироздания в общем и нашего мира в частности. Мы поверхностно знаем из верхних уровней Кабалы, чтобы не погружаться, что каждый из четырех миров мироздания имеет структуру десяти сферот. Это такие структурные элементы устройства духовных миров, описанные Кабалой. Они же соответствовали десяти основным свойствам, составляющим духовную основу мироздания. Возможно, вы даже видели эту Кабалистическую пирамиду. Вершина и потом три ряда по три сферы. Таким образом, и взаимосвязи между ними, так она красиво выглядит. Таким образом, мы сейчас увидим, как мироздание, Мишкан, а затем храм и человек, все подчинено одной и той же духовной структуре. И разговор этот не для того, чтобы глубоко разобраться, а для того, чтобы просто показать или проиллюстрировать всю системность мироустройства. В общем, наше тело делится на три части, на три основных головных уровня. Верхний – голова, средний – это от шеи и до диафрагмы, и нижний уровень – все, что ниже. В верхнем уровне голове главная часть – это, понятно, мозг. И правое полушарие и левое полушарие – это две части мозга в нашей голове, соответствуют двум сферам, соответствующим двум из трех верхних свойств, качествах или характеристик в духовных мирах. Это хохма, то есть часто приводит мудрость, мы говорили об этом, что это некое озарение скорее. И бина – понимание. Нас интересует название на лошонокодиш – хохма и бина. Есть также третья часть мозга, происходящая от затылка вниз по спинному хребту. Это соответствует даат, часто приводит знание. Сфера, которая соединяет три более высоких, разумных, так называемых, интеллектуальных сферот с семи нижними эмоциональными духовными свойствами. Так вот, средний уровень – это сердце и дыхательные органы. Сердце – главный орган нашего тела, и два канала проходят через шею – это трахея и пищевод. Трахея – канал для дыхания, пищевод – канал для пищи. Трахея находится справа и приносит воздух в легкие, и соответствует сфере хэсет – доброта или распространения энергии. А пищевод слева соответствует гвуре – качество строгости или ограничения энергии. Главная центральная часть на этом уровне – сердце. Оно соответствует сфере тиферот – великолепле или сбалансировалось между добротой и строгостью. На нижнем уровне тела, ниже диафрагмы, расположена пищеварительная система и система удаления отходов. Центральный орган – печень, и это соответствует сфере ИСОД – качество основательность. Она является центром и балансом двух других качеств. Настойчивость – сфера НЕЦОХ, представленная в человеке правой почкой, и устойчивость сфера ГОТ – соответствует левой почке. Таким образом, три центральных органа нашего тела на этих трех уровнях – это мозг, сердце и печень – основной стержень. Общее правило, понятное, более высокие части нашего тела, более духовные, более низкие, являются более физическими. В мозгу содержится разум, относящийся к высокой разумной части души, и называют еще божественной душой – НЕШАМА. Сердце – РУОХ в печени, НЕФЭШ или ВИТАЛЬНАЯ ДУША, и мы там еще два слова скажем по ходу дальше. Так вот, как и человек, так же и Мишкан имел три уровня святости. Верхний уровень – святая святых, верхний уровень святости, куда первосвященник заходил один раз в год в Йом-Кипур. И мы помним, мы уже говорили об этом ранее, что тут святая святых была максимальная концентрация духовности. Такая, что если у первосвященника был какой-то минимальный изъян, то он умирал. Причем изъян как духовный, тума, духовная нечистота, так же и физический. Первосвященник не мог быть ни калекой, ни больным, и даже любой маленький элемент одежды, его отсутствие или нарушение имел решающее значение. Святая святых – высшая концентрация духовности. Средний уровень мешкана – гейхаль, дворец, куда заходили только коины. Гейхаль – это дворец, а следующий уровень – двор. Это нижний самый уровень, внешняя часть, где сжигали уже карбонот, и в переносном мешкане он назывался хацер – двор, а в храме – азара. Да, итого три уровня святая святых – гейхаль и двор. И святая святых в теле человека соответствует мозгу, понятно, уровень самый высокий. Там, так же, как и мы условно поделили мозг человека на три части, так и здесь был аарон, ковчег, копорет – покрытие ковчега, и кровим, расположенный на крышке ковчега, они соответствовали центральной той части мозга, и в структуре души святая святых соответствовала Нешама – высокой части божественной души, которая соприкасается, или, как можно сказать, взаимодействует с телом через мозг. В гейхале, в среднем уровне мешкана, располагался малый алтарь, на котором сжигали только ароматические, бессами, ароматические растения. Он соответствовал сердцу, как центру желаний человека. И на уровне души это соответствует уровню руах. Золотой семисвечник минора справа, символ доброты, проводник божественного света и жизненности в этот мир, соответствует человеке дыхательной системе, то есть трахеи. И стол с 12 хлебами слева соответствовал в кабале каналу, по которому спускается в этот мир заработок, пропитание. Это, понятно, пищевод. Наконец, это средний уровень. И, наконец, внешняя часть храма, относящаяся к нижнему уровню святости, соответствующая пищеварительной системе человека, имела большой алтарь, на котором сжигали жертвы, призвали кровь, сжигали жиры. Оно соответствует печени человека. Специальный умывальник, где коины мыли руки, правая почка, и основальный умывальник, левая почка. Они вместе символизировали очищение от всякого зла, то есть как в теле от очищения или избавления от отходов. И это, как мы сказали, соответствует нижнему уровню души, уровню нефеш. Она отвечает за жизнедеятельность тела, поэтому часто называют животные, но лучше витальные, потому что за жизнь она отвечает, а не животные, как у животного. Хотя это так и есть, она как у животного, она такая и есть. Прикоснувшись к этим знаниям о связи храма и нашего тела, мы отдаленно можем себе представить эту мистическую сторону влияния самого существования храма на наше тело, а значит и на здоровье, и на жизнь. И за этим отдаленно осознать еще один аспект нашей ущербности сейчас, во времена отсутствия храма. А это осознание ущербности, нехватки, всегда должно инициировать желание ее восполнить, быстрее отстроить третий храм, да случится это в скорости в наши дни. Наши мудрецы говорят, что в день суда каждому еврею будет задан вопрос, ожидал ли ты избавления. Непосредственно связано со стройкой третьего храма. Поэтому давайте начинать больше понимать, лучше чувствовать эти аспекты недостатка нашего сегодняшнего положения, галута, изгнания, положения без храма, без земли в ее полноте, который мы приобретем с приходом царя Машеха. Да случится это в скорости в наши дни. И у Машеха две главные задачи. Окончить, собирать евреев в земле Израиля, и после этого построить третий храм. Ну и понятно, после этого еще должно хватить время на преобразование мира вокруг Израиля. А времени на все это, на все про все, сейчас осталось 217 лет. Таким образом, вся цельность и гармония этой связки человеческого тела, храма и мироздания, они связаны, завязаны на одном, на возвращение евреев в землю Израиля. Именно поэтому занят этим уже сейчас сто лет последний Всевышний. И не оставит он в покое каждого еврея, и чем раньше каждый примет правильное решение, тем больше поддержки и помощи он получит. Брахавы от слаха. Благословение и удача нам на этом сложном пути понимания всех этих аспектов, но просто сначала для общего взгляда, чтобы мы сейчас что-то уловили, что все структурировано, все систематизировано, все подвержено определенной структуре и системе в иудаизме, в мире. Только мы обладаем этими полнотой знаний об управлении миром, об этом устройстве, о чем говорит нам частично в открытых источниках мудрецы, частично в скрытых в кабале. Брахавы от слаха. Благословение и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла.